Ну а мы продолжаем эфир. Напоминаю, в этой студии я отвечаю за экономию. Итак, сейчас от меня несколько полезных акций. Кофейня Арома Кремерия, что в планете, дает два эклера по цене одного. Хорошая новость для сладкоежек. И девочки, те, кто хотят сэкономить на маникюре и педикюре, если вы ходите в Nail Beauty Bar, вам совет, подпишитесь. У них есть в Телеграме канал, и там они размещают объявления о свободных местах. И вот если успеете позвонить и записаться, то будет вам скидка почти в 20%. Ну а если у вас есть классные предложения или акции, оставляйте их в моем Инстаграме. Он вот здесь вот. И обязательно сама проверю. И если все хорошо, то еще и другим посоветую. Ну а с 1 января мы теперь можем получать вычет за лекарства. Притом, это раньше был небольшой вычет, только ограниченное количество было препаратов. А сейчас даже за витаминки мы можем вернуть деньги. Как? Все же идти далее. С 1 января 2020 года каждый работающий россиянин, отчисляющий 13% НДФЛ, может оформить налоговый вычет на любые лекарственные средства. Речь о препаратах, приобретенных в 2019 году. Максимальная сумма вычета 15 600 рублей. Сделать это несложно. При получении в больнице рецепта врача на лекарства, вы приобретаете его в аптеке и сохраняете чек. Рецепт и чек предоставляете в налоговую. Налоговый вычет можно получить как на себя, так и на членов семьи. Это касается, например, ваших детей и родителей. На себя, на вторую половинку, на детей, на родителей. Еще раз, на детей и родителей можно выписать это все. Если в семье двое работают, извините, 31 200 рублей вернет государство. Зачем мы это делаем? На примере 13% мы отрабатываем финансовую модель. Это большая, это миллионы, десятки миллионов граждан этим будут заниматься. Мы их все-таки в течение года всех втянем в эту задачку, чтобы деньги все вернули. Мы на этой модели отрабатываем систему лекарственного возмещения. Это будет новая будущая система финансового возмещения на купленные лекарства к каждому, у кого есть полис МС. Напомню, раньше россияне могли вернуть деньги только за те лекарства, которые были включены в перечень, утвержденный правительством РФ. Насколько будет действенным этот закон и возврат, сегодня предлагаю обсудить с моим гостем Андреем Лубинец, владелец сети аптек. Андрей, добрый вечер. Добрый вечер. Слушайте, на ваш взгляд, все-таки 16 500 мы можем вернуть. Вот этот вот новый закон, это профанация или это реально поможет? Ну да, для кого-то это большая сумма. Для большинства населения нашей страны это хорошая сумма. Можно вернуть, если раньше это был из списка жизненно важных перечень, то теперь он, естественно, расширяется. Конечно, сюда не попадают БАДы, то есть людям сказать, это медикаменты. Медикаменты, но должны быть выписаны, а будет быть рецепт врачом. То есть рецепт врача, кассовый чек или чек строгочетности приходный, и человек может подавать на возмещение 3 НДФЛ из суммы 120 тысяч рублей только 13% в год. Ну все равно нормально, тем более если у вас семья, вы можете, и ваша супруга, и вы. Вы сами получали или планируете, может, получать? Да, конечно, да. А, то есть у вас с вами есть аптек, но вы все-таки можете еще и получить. Ну, конечно, конечно, мы платим вологию, а почему? Я люблю продуманных людей. Да. За что можете получить? Я просто, насколько знаю, что даже там сопли сейчас вылечить, там стоит 2000 рублей, там выпить что-то, у тебя аквалор или типа того. С этого можно? Да, да. Если это медикаменты, да, то есть, конечно, вы можете получить. А разве рецепт не забирают в аптеке? То есть приходишь с рецептом, они такие, ага, забрали, особенно если этот препарат по рецепту отдается. Нет, я думаю, что рецепт, вам в рецепте написано, как там, дата или с доза, да, то есть вам и врач прописывает назначение в рецепте. Мне же его надо и в налоговую, и вам. Да, да, ну попросите два рецепта выписать. И второе, вы только отдаете в основном сильнодействующее в аптеке, то есть сильнодействующее. Понятно, а есть не сильно. Так, Лесрук у меня в студии. Лесрук, вот я как человек, не разбирающийся абсолютно в лекарствах и в бумажках, подскажите, все-таки что нужно сделать для того, чтобы получить вот этот самый волшебный вычет? Ну, самое главное, вам сходить к врачу и получить рецепт. Чтобы был рецепт, обязательно условие. И чек. Затем, да, когда вы покупаете в аптеке медикаменты, чтобы вы чек это сохранили, а не выкинули его куда-нибудь. Без чека ничего не получится. Да. И все? Да. У меня очередной вопрос. Вот там депутат Госдумы говорил, да, что это обкатка идет моделей, которая в будущем будет еще более специалистов. Чем это чревато? Вот у нас это все оборачивается тем, что в итоге население будет платить кучу денег за лекарства и не получать за это очень мало. Вот как вы считаете, в будущем, когда это будет более массово, то есть я так понимаю, что хотят вообще перевезти там? Ну, это и прекрасно. То есть у нас такая богатая страна, я думаю, должно прийти к тому, чтобы медикаменты получали бесплатно. То есть мы же за задачей продолжить жизнь. Во многих странах есть компенсация. Компенсация. Естественно, я думаю, что это будет лучше для человека. То есть он уже будет смотреть тот препарат, который реально помогает. То есть врач, который рекомендует препарат, который реально помогает, а не тот, который ему доступен или же тот, который врач не может выписать в связи с тем, что это сперечня жизненно важных препаратов. Хотя тебе тоже помогает. Слушайте, наверняка следите по статистике вашей продаж, что чаще всего покупают. Потому что перед Новым годом я заходила, мне говорят, а у нас вот энтеросгель, полисот и мизин вообще заканчиваются. Давайте без названий. Что чаще всего вообще? Какие препараты? Презервативы, ладно. Да, ну вы правильно. То есть есть праздники. Праздники – это, естественно, болезни послепраздничные. То есть это, естественно, железные. Пахнели. Да, желудочно-кишечный тракт, головные боли и так далее. Но есть препараты, которые назначаются врачом непосредственно среднесосудистые заболевания, да, то есть эпизодические, то есть простудные, как вы сказали, как раз заболевания. Ну, те же респираторные заболевания или там заболевания антибиотики, да? А в средний чек сейчас какой, вот допустим, у вас идет? Ну, если это где-то полторы тысячи рублей, да. Ну, практически факты оставляют в магазине. Полторы тысячи. Это вам, если у вас какое-то простудное заболевание, которое… Именно простудное. Маленькое простудное. Я знаю, что многие пенсионеры… Ну, которое уже осложненное, конечно. Я знаю, что многие пенсионеры, они целенаправленно, ну, минимум раз в месяц заходят в аптеку, и у них прям список очень подробный. То-то-то купить, вот это докупить, это вот брату, это вот сыну и так далее. И они прям закупаются, то есть огромными пакетами, и вот для них и скидки даже какие-то, по-моему, я вспоминаю свою дядю, к сожалению, уже в Старство Небесное, ему за 84 года, но он очень был подкованный, и все врачи, ну, у него был бесплатный рецепт, потому что он на тот момент был ветеран войны, и когда после него мы буквально сервант медикаментов, потому что врачи уже с ним не спорили, да, что надо, Петр Иванович? Пожалуйста. Слушайте, ну, я сейчас смотрю, что даже акции там в аптеках придумают, ты такой приходишь, ага, это в смысле акция, в смысле на аспирин скидка, это я сейчас должен посмотреть и думать, вот бы мне заболеть, чтобы попробовать аспирин. Причем сами фармацевты предлагают, ты подходишь к кассе, они говорят, посмотрите, пожалуйста, вот на этом стенде у нас сейчас препараты со скидкой, вам ничего из этого не надо. Я сначала удивлялась, а потом подумала, что, ну, действительно, это бывает удобно, потому что раз, и ты берешь. Ну, как бы, даже если себе сейчас, в эту минуту, это как бы не должно быть. Ну да, если хорошая срок годности, вы правы, то есть, и вы знаете, что она периодически вам нужна, это бывает не только из-за того, что срок годности подходит на препарат, да, я сам, вот, честно говоря, спортсмен, и бывает препараты, которые нужны для того, чтобы мне все-таки уже шестой десяток, и суставы не те, не буду называть, какой препарат. Я, конечно, жду его, когда срок годности его подходит, и производитель через поставщика его, естественно, уценяет в два раза. Угу, какие хитрости. Отлично, слушайте, распродажено лекарство. Да, то есть, ребята начинают стареть грамотно. Направляем кого? Кто самый старый? Да какая разница, кто самый старый? Главное, что я тут самая экономная. Там, как бы, уже не важно, кто самый старый. Слушайте, а как еще можно сэкономить на лекарствах? Предзаказ какой-то делать. Да? Да, да, да. То есть, смотрите, вы, например, да, вы сами сказали, что, во-первых, если препарат подходит уже, у них же большой, пять лет. Ну, когда уже остается год, производитель через поставщика начинает скидку на препарат. То есть, и вы можете его, естественно, если вы работаете с этой аптекой, а часто бывает, что фармацевты знают своих, так сказать, потенциальных покупателей и подсказывают ему, или что-то люди заказывают совершенно верно, то есть, и говорят, там, Мария Ивановна, найди для меня вот такой-то, когда будет? Он говорит, хорошо, она ему позвонила, потому что мы сейчас боремся за клиента, да, то есть, вы видите, сейчас в аптеках вас буквально облизывают, да, потому что аптек много, везде, аптеки разные, ну, то есть, мы, и фармацевты, естественно, тоже заинтересованы, чтобы были свои клиенты. В общем, самый дешевый способ покупать лекарства, это иметь дружить с фармацевтом. Так, подытожим. Совершенно верно. Вот хотел сказать моего папой слова. Я хотел быть спортсменом, да, но папа сказал, иди медицинский. Андрей, может, ты не будешь хорошим врачом, ну, будешь знать, кто хорошо лечит. Отличные слова. Подытожу, надо обязательно, собираем чеки, собираем рецепты и дружим с фармацевтами. Сейчас уходим на рекламу. Да.